Поправки в Конституцию. Тема программы «Главные новости» в студии Ляйсана Абдулина. Здравствуйте. Здравствуйте. Напоминаю нашим телезрителям о том, что вы можете принять участие в нашем разговоре, задать вопросы нашему гостю программы, либо высказать свое мнение по данной теме. 511-99-66 и 8800-532-55. Это номера телефонов прямого эфира. В течение программы они будут высвечиваться на ваших экранах. А также мы приглашаем вас принять участие в голосовании в нашей группе ВКонтакте, телеканал «Татарстан-24». Вопрос сегодня у нас звучит так. Изучили ли вы поправки в Конституцию? Также вы можете легко сориентироваться в течение программы. Будут появляться специальные коды на ваших экранах, наведите смартфон и, собственно, легко и быстро вы примете участие в нашем опросе. Также призываю ответить на вопрос живьем. Позвоните или выскажите свое мнение по поводу как раз-таки этих самых поправок в Конституции. Обсуждаем тему мы сегодня с Евгением Султановым, заведующим кафедрой конституционного и административного права юридического факультета Казанского федерального университета, члена группы по работе над поправками в Конституцию России. Евгений Батырович, здравствуйте. Рады вас приветствовать. Здравствуйте. Как проходит ваша дистанционная жизнь? Сложно, очень сложно. Непривычный формат, непривычный для преподавателя, непривычный для студентов. Вообще, конечно, привлекаем потихоньку, но пока непривычно. Хорошо, спасибо. Теперь возвращаясь, собственно, к нашей основной теме. Вы являетесь членом рабочей комиссии как раз по подготовке, рассмотрению этих самых изменений. Напомню о том, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. И президент Владимир Путин как раз во время встречи с рабочей группой сказал о том, что после голосования он обратится и к нации, и, видимо, к вам тоже, к членам рабочей группы. Хотелось бы в этой связи уточнить у вас, Евгений Батырович, работа ваша уже завершилась? Вы ждете 1 июля или как? Нет, работа группы, рабочей группы не завершилась. Вот в эту субботу мы проводили совещание о дистанционном режиме, заслушали данные в ЦИОМ о ходе подготовки к всероссийскому голосованию. Выступали представители центральной избирательной комиссии, тоже рассказывали о ходе подготовки к всероссийскому голосованию. Решались другие организационные вопросы. Но вот на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным он нам сказал, что мы будем работать до 1 июля. Потом подумал, сказал, нет, мы с вами и после голосования встретимся и обсудим итоги нашей работы. Напомню, что помимо Евгения Батыровича в этой группе присутствует еще один представитель Татарстана. Это председатель Государственного совета республики Фарид Харилович Мухамедшин. Евгений Батырович, 1 июля, когда пойдете голосовать, с каким ощущением вы это планируете делать? Потому что я знаю о том, что все-таки в этих поправках есть и львиная доля ваша. Действительно, ваши предложения, насколько я знаю, были учтены. Ну, вы знаете, это историческое событие. И не принять в нем участие, ну, конечно, это грандиозное событие. Это событие, но не на один год, не даже не на, может, на одно десятилетие. Так что, конечно, ощущения такие очень, ну, такие, прямо скажем, серьезные. Хорошо. А вот само слово и сам формат голосования, почему именно этот формат был принят и чем он отличается от референдума? Вы знаете, не всероссийское голосование, точнее так, референдум предусмотрен, предусмотрен. Но он предусмотрен только в случае пересмотра Конституции. А всероссийское голосование по поправкам – это новый институт. И я думаю, что это очень хороший демократический институт, который позволяет гарантировать в будущем от всякого рода поспешных поправок. Вот когда появился этот институт, появилась гарантия, что поправки, любые теперь поправки, которые будут находиться в Конституции, они должны получить одобрение всего народа. А это очень важный демократический институт, с моей точки зрения. У нас есть звонок в студию, давайте примем его. Итак, здравствуйте. Добрый день, слушаем вас. А, добрый день. Два вопроса. Очень ограниченное количество пунктов поправок. Вопрос номер один. Почему не внесены поправки на то, что недра принадлежат все-таки государству народу, а не компаниям? И второе. Почему не прописано, что у нас будет социальное государство? Или оно не будет таким? Все, спасибо. Благодарю. Ну, вы знаете, строго говоря, то, что природные богатства принадлежат народу, это закреплено. И вот у меня текст Конституции, поэтому я думаю, что здесь, если хотите, я могу даже прямо процитировать. Вот тут, например, вот прямо сразу, что земля, статья 9, часть 1, что земля и другие природные ресурсы охраняются и используются в Российской Федерации как основу жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. То есть это есть в Конституции. И то, что социальное государство, статья 7, это тоже есть в Конституции. Поэтому, ну, вы знаете, самое главное ведь даже не в этом. А дело в том, что вы, когда задают вопрос, предполагается, что речь идет об изменениях главы 1. А есть глава 1, глава 2, глава 9. Это те части Конституции, которые не подлежат поправкам. Они подлежат только пересмотру путем принятия новой Конституции. Все-таки по срокам еще очень большие вопросы возникают, что это стремительно буквально так происходит. Это оправдано, на ваш взгляд, так быстро все действительно завертелось и уже голосование близится? Вы знаете, я в курсе некоторых событий. И когда мы на 20-летие Конституции Российской Федерации в Ново-Огарево встречались с Владимиром Путиным, праздновали 20-летие, ему мы задавали этот вопрос. Задавали, что пора менять Конституцию. Он говорит, что Конституцию менять не надо, но над поправками мы уже работаем. То есть, смотрите, это уже 5 лет тому назад шла интенсивная работа над поправками в Конституцию. И поэтому я думаю, что это не скоротечное какое-то явление, как это видно на поверхности только. Спасибо. 511-99-66-8-800-532-55. Если у вас есть свое мнение, либо вопросы к нашему гостю по сегодняшней теме, мы говорим о поправках в Конституцию, то звоните в прямой эфир и, конечно же, принимайте участие в голосовании в нашей группе ВКонтакте. Это Татарстан24. Вопрос звучит, так изучили ли вы поправки в Конституцию. Еще один момент, который тоже очень широко обсуждался. Присутствие, собственно, в вашей рабочей группе очень многих творческих личностей, музыкантов, певцов. В этой связи тоже вы считаете их профессионалами в данном вопросе? Вы юрист? По вашей кандидатуре вопросов нет? Вы знаете, перед нами была поставлена совсем другая задача. Эта рабочая группа, она должна была саккумулировать и выразить общественное мнение, свое отношение к поправкам. То есть мы по факту должны были ответить на вопрос. Вот эти поправки, которые вносятся, они представляют интерес, они нужны, и наши дискуссии в основном носили не юридический характер. Они носили характер вот этого широкого общественного обсуждения, насколько актуальны те или иные поправки. А юристов там работало огромное количество. Вы сами понимаете, здесь и аппарат комитета Госдумы, это и Совета Федерации, это и огромное число юристов, которые работали в Институте законодательства сравнительного правовидения, который разговаривает Теллия Рулла Хабриева, наш академик. Так что там огромное число юристов, которые работали над юридической стороной этих поправок. А вот какие поправки наиболее важны, что мы считаем наиболее важным? Допустим, не случайно, вот Рашель, когда выступал по поводу медицины и так далее, мы все признали, да, сказали, медицина важна, нам нужна медицина, и мы эту поправку, так сказать, одобрили, а уже редакцию, это поправка несколько юридических тонкостей, все это нам, естественно, уже, так сказать, правовое управление президента, так сказать, нам предложило ряд вариантов, которые мы обсуждали. Или, вот, допустим, те же поправки по культуре, вот Петровский, который со своими коллегами внесли, конечно, мы тоже посчитали, что это очень важная поправка, которая нужна и так далее. Поэтому наша задача была не юридическая, и юристы там, конечно, тоже нужны были, но не главная задача была нам давать юридическую, что называется, чистоту этих поправок. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем телезрителей. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, слушаем вас. Да, здравствуйте, меня зовут Галия, я из Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, учитель в КФУ. Подскажите, пожалуйста, вот у меня вопрос, а почему в рабочей группе было такое количество людей, так скажем, незаконников? Зачем так нужно было спортсменов, музыкантов, артистов? Мы же ждем, что это будет основной закон, а не развлекательный какой-то документ. Благодарю вас. Евгений Батырович, ну видите, как у нас синхронно с телезрителем возник этот вопрос. Хорошо, а вот давайте сами порассуждайте. Представьте себе ситуацию, что сидят несколько юристов, несколько юристов, да, и им говорят, вот надо внести поправку. О чем будем вносить поправку? О здравоохранении, о спорте, о молодежи? Или там, допустим, о пенсионерах, инвалидах, о собаках? Вот скажите, мы как юристы, мы скажем, что все поправки красивые, все правильно. А вот сказать, какая из них наиболее общественно значима, мы, извините, мы не специалисты, мы не спортсмены, мы не медики, и мы не сможем аргументировать, какая из этих поправок, вот, ну, как наиболее актуальная, которую надо вот включить в Конституцию. Как раз наша группа, за счет того, что там были представлены все, буквально все срезы социальные, профессиональные и так далее, она позволяла, вот, очень, так сказать, глубоко, профессионально и в то же время социально широко обсудить эти поправки. А вот еще одно мнение, которое такое излучало тоже популярно, раз мы уж сегодня пользуемся тем, что вы были гуще событий, принимали участие, обвиняли в том, что Путин меняет Конституцию под себя. Вот вы как можете прокомментировать? Ну, вы знаете, я не хочу вступать здесь в дискуссию, но это с точностью до наоборот. Это первое. Можно спорить, с какой степени робкая, неробкая попытка, но это именно факт, что президент часть своих полномочий передает парламенту, передает органам исполнительной власти путем создания госсовета и так далее. Конечно, это еще далеко не парламентарная республика, но это шаг о суперпрезидентской республике в сторону парламентарной республики. Это, ну, я не знаю, это невидимый для непрофессионалов такой вот шаг, но на самом деле это сдвиг, огромнейший сдвиг в устройстве нашего государства. По поводу госсовета хотелось бы еще поговорить. Это орган власти, на ваш взгляд, опять же, насколько обоснованно его усиление? Ну, вот я всем задаю встречный вопрос. А вот скажите, какой орган у нас на федеральном уровне учитывает интересы субъектов Российской Федерации? Какой орган принимает согласованное, скоординированное решение, не просто консультации, не просто мнение, а принимает решение? Нет такого органа. И то, что Владимир Владимирович впервые пытается создать подобного рода орган, который занимается вот именно принятием решений, стратегического такого свойства на уровне развития всех территорий, и где губернаторы наши, все эти высшие должностные лица, субъектов, будут представлены с правом решающего голоса, а не как сейчас в госсовете, только с рекомендациями там и так далее могут выступать. Это совсем другой уровень представительства субъектов Российской Федерации на федеральном уровне, на уровне исполнительной власти. А в этой связи вопрос закономерный, региональный, например, татарстанский госсовет, не будет ли он вступать в некую конфронтацию с федеральным? Вы знаете, этот вопрос Фарид Кайровович поднимал, и, конечно, тут, безусловно, придется, наверное, с моей точки зрения, я не знаю, может, Фарид Кайровович не согласится со мной, но тут придется, скорее всего, переименовывать госсовет республики Татарстан, поскольку иначе у всех будет такое ощущение, что если есть госсовет Российской Федерации, который исполнительный орган, и он занимается вот такими вещами, то и наш госсовет – это тоже исполнительный орган, что совершенно не будет соответствовать роли парламента. Поэтому, конечно, парламент, наверное, придется каким-то образом переименовывать. Мне так кажется. Еще один тезис, который также хотелось бы услышать ваше мнение на него, что изменение, по сути, является конституционным переворотом. Ну, вы знаете, конституционный переворот, конституционный переворот – вообще это очень такое грозное слово, с ним надо быть очень аккуратным, очень осторожным. Все зависит от того, что мы вкладываем в это понятие. Если мы вкладываем в это понятие как отстранение народа от власти и передача власти, допустим, какой-то группе лиц и так далее, то, конечно, об этом речи не идет даже с точностью, что-то наоборот. Наоборот, идет речь о расширении демократии, об усилении роли представительного нашего органа законодательного, допустим, того же Совета Федерации, Государственной Думы и так далее. То есть нельзя даже близко об этом говорить. Вот тоже всероссийское голосование. Опять один из инструментов народовластия и так далее. Поэтому ни о какой, так скажем, конституционном перевороте с точки зрения, так сказать, узурпации власти какой-то группы лиц, это даже никаких аргументов для этого по меньшей мере нет. Если же говорить о том, что открывается новый вектор, новая стратегия развития Российской Федерации, да, с этой точки зрения я думаю, что это, ну так скажем, разворот, точно разворот в нашей российской стратегии. У нас есть звонок телезрителей, давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Алсу, учусь в Государственном педагогическом университете в Набережных Челнах. Скажите, пожалуйста, Евгений Батырич, а правда, что Путин переписывает Конституцию под себя? Ну, идут следом за нами просто вопросы, да. Вопрос повторяется, но вы знаете, я очень бы хотел, очень бы хотел, чтобы это была Конституция, Конституция под себя, да. Вот если Конституция 93-го года, которая ныне действующая, она закрепляет огромнейшие полномочия президента Российской Федерации. Огромные, понимаете. И, строго говоря, никакой другой президент даже, ну, и не надо ничего менять. Это огромный юридический инструментарий в руках президента. Поэтому, когда он делится полномочиями с другими органами, отдает часть полномочий, перераспределяет эти полномочия, ну, что значит под себя? С моей точки зрения, как юриста, это от себя, но не под себя. Социальный блок под конец хотелось бы обсудить. Заметили, что все равно конкретики нет, да? Многие вот на это тоже пеняют. На ваш взгляд, оправданы ли такие обвинения? Я про социальный блок сейчас. Ну, я бы тут тоже не согласился с подобного рода утверждения. Как раз наоборот, социальный блок обретает конкретику. В первую очередь, он обретает конституционные гарантии. И если раньше вот никаких гарантий с точки зрения текущего законодательства не было, социальных, я имею в виду, гарантий, каждый закон мог изменить, отменить эти социальные гарантии, то сейчас, когда это закрепляется на уровне Конституции, то уже действующее, текущее законодательство не может отменить вот эти конституционно закрепленные социальные гарантии. Так что здесь, наоборот, все более становится четче и конкретнее для гарантирования наших социальных прав, пособий и так далее. Евгений Батырович, давайте посмотрим все-таки под занавес программы результаты опроса, которую мы сегодня в группе ВКонтакте озвучили. Итак, изучили ли вы поправки в Конституцию, спросили мы у наших телезрителей. Обратим внимание на результаты. Да, изучили. Это сообщает нам 9,5% опрошенных. Не в полном объеме, в этом признаются почти 16% опрошенных. И нет, не изучили все поправки в Конституцию. Этот ответ выбрали 74,5% наших опрошенных телезрителей. Так что есть еще где ликбез проводить и где разъяснительную работу. Мне кажется, нам с вами совместно проводить. Евгений Батырович. Я хочу поблагодарить вас за участие. Напомню, у нас сегодня в гостях был Евгений Султанов, заведующий кафедры конституционного и административного права юридического факультета КФУ, член группы по работе над поправками в Конституцию России. Благодарю вас за участие. Спасибо большое. Это была программа «Главные новости» в студии Лейсан Абдуль. На силу вам доброго. Продолжение следует...